привет народ вот так вот вы сюда свет так 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 поехали чего-то отремонтируем как я люблю этот нож крыса на коробке крысы народ в коробке что крыса хочет клин не по центру давайте вот так вот понятно чего крыса хочет дальше чего крыса хочет меня лайнер у нас вообще болтается воздух видите да то есть это подразумевает постоянный люфт вот мы открываем нож и люфт нож абсолютно новый смотрите то есть вообще он смазки нульцевый то есть ножом вообще не работали ни разу ну как то так народ нож оригинальный ну и вот самого завода в нем заложен конструктивный такой люфте давайте мы на всякий случай прозвоним хозяину ножа уточним что мы будем делать но мне почему-то кажется что все таки мы будем ремонтировать именно этот момент но 067 короче народ хозяин ножа не отвечает ну мне почему-то кажется что будем ремонтировать именно эти моменты ну еще тут совсем маленький косячок это вот так вот давайте попробуем показать не не покажет так это камера вот здесь вот видите да засвета такие конкретные нарежущие кромки ну это все лечится мусатом вообще без проблем абсолютно конкретно так видны засветы но это мелочь в принципе что мы делаем мы наверное ножичек откладываем до лучших времен то есть хозяин перезвонит мы уточним с ним точно что мы сделаем с ножом мы соответственно будем уже его по факту чинить будем его чинить уже по факту что понимаете да не было у нас шоу каких-то не уточненных нюансов то есть я говорю то что вижу хозяин говорит свои какие-то проблемы претензии к ножу ну и соответственно мы сразу же обговариваем ремонт и стоимость работы вдруг ему что-то не подойдет поэтому мы лучше не будем проявлять самодеятельность а просто откроем другую посылочку и посмотрим что же здесь у нас здесь у нас коробочка вот так вот от контега в этой упаковке мы назад и отправим потом постараемся так аккуратненько то есть вытащить не получится скотча намотали в общем народ мы потом перепакуем пупырка у меня где то есть или тут поставим чуть-чуть у так так что здесь у нас здесь у нас бенчмейт из черной серии моделечка у нас контега ну что-то он тяжелый очень сильно ну-ка м390 на клинке заточить оба ножа вот здесь все просто видите вот так вот затащить оба ножа слушайте ну а в армии наверное человек писарем был стенгазету писал потому как видите да почерк там зачетный для стенгазеты меня бы точно твоим почерком не взяли так коробочка от бенча у нас внутри зина ого-го-го-го ужасть zero tolerance в карбоне народ нож абсолютно нульцевый так свет сюда мы уберем вот так вот видите как замечательно и давайте покажем заводской гринт отличный сатин вот это народ называется сатин а то что на крысе то не сатин то называется непонятно шо а вот это вот реально сатин заводской сатин видите да как играет на свету а на крысе ну давайте еще раз достанем эту крысу и посмотрим уже мне многие русик что ты крысу оскорбляешь на крысе сатин я говорю ребята это не сатин это непонятно шо вот на крысе это непонятно шо видите да вот это не сатин ну как бы они его называют что это сатин но это это непонятно шо все таки вот так вот но это мое мнение можете иметь свое мнение вам крыса может очень сильно нравится я вообще как бы не понимаю увидели да это заводской брак на крысе и данный нож ребята из онтарио позиционируют как нож для у внимания увы желания ну вот этот вот дал можно вот с этим можно выживать тут клин смотрите как урок ну вот это вот с этим можно выживать так ну в принципе ножичек абсолютно новенький wave открывать бутылки очень удобно кстати на столько у нас чего здесь м 390 народ 390 придется поиграться если заточить его ножа у нас написано помните на 390 уж придется посидеть с ним и второй ножичек и второй ножичек все-таки контейнер у нас вот это видите это уже не сатин хотя здесь ну как бы видны следы фрезеровки но это уже не сатин народ это следы какой-то фрезеровки видите да как сразу блестит режущая громко ну пытался вам показать вообще-то не эту часть ножа а вот вот видите да сейчас видны вот эти ребра это ни в коем случае не с этим потому что для трусик зачем ты с этим оскорбляешь это не с этим это вот как раз следы от обработки туалет чпу то ли от чего но это не сатины это не шлифовка то есть в любом случае это то ли фреза то лишь вот здесь хорошенько видно будет давайте наедем зумчиком сейчас попытаюсь я поймать и на этот рисунок на свету видите он достаточно загенированный вот сейчас хорошо видно риски немножко разные даже вот так вот ну и сверху уже галтовочка то есть сверху у нас здесь еще есть такой легкий стул нож довольно таки ровный приятный стул ушек есть в общем народ я вот так вот сделаю да но этот нож уже был в поюзе ну слушайте вот прям глазами четко видно а на камеру показать достаточно таки проблематично вот как-то надо в упор на него смотреть чтобы показать эту фрезеровку видите вроде как и и вроде как и не здесь никаких следов вот сейчас четко видно ой попал хорошо вот видно да на клиночке следы обработки вот сейчас поймал эту грязу видите да они еще и неровные то есть где-то чуть шире где-то чуть чуть уже гряза прошла в общем как-то так вот шо народ я вам хочу сказать придется поиграться м 390 люблю точить это короче ну примерно так часа два на нож у меня уйдет ну может полтора в общем шо но играться с этим мы не будем то есть я сейчас не буду ставить точилку и на камеру 3 или там эти стать сколько у меня времени уйдет часа я сейчас обклеиваю оба ножа перетащу их у меня на работе народ вот этот стол стоял точно так вот я ставил ноутбук ставил сюда точилку плита такая видите вот сюда она становится на нее приклеивается точилка на эту камеру наверно будет видно плиту потому что на эту наверняка не будет хотя может быть сейчас широкий угол я забыл поменять поставить медиум угол поэтому там супер широкий стоит я думаю что будет видно и на эту камеру в общем сюда ставлю точилочку открываю вот так вот ноутбук и смотрю чего-то интересное на ютюбе то есть давно я хотел не просто посидеть потащить да вот что-то смотреть потому что ну на работе когда у себя в киоске работал я постоянно открывал ноутбук ставил что-то какой-то интересный видос на ютюбе и занимался заточкой ножа на автомате то есть проводил скажем так совмещал приятное с полезным то вот когда я занимаюсь заточкой дома у себя на кухне вот пока этого всего не было у меня с этим была проблема потому что ноутбук поставить там просто негде и соответственно ну не было возможности совместить приятное с полезным поэтому либо только точишь либо только смотришь сейчас же у меня опять возвращается все на круги своя ну как кто-то писал там в комментах русик почти мастерскую вернее почти киоск перенес вот так вот мастерскую и мне это нравится то есть все на своем месте сейчас осталось навести тут порядке времени просто катастрофически нет на то чтобы заняться мастерской то есть тут по идее то осталось как бы немного проводку кинуть пару стеллажей и вот вот этот вот это все расставить каждый предмет на свое место на это все нужно очень много времени это не просто так что знаете стал его тут вот разбросал а большой куда-нибудь так давайте мы вот этот wave слушайте ну вот просто сорвать его с места очень тяжело то есть очень очень посмотрите сейчас покажу вот сюда на замок смотрите 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 об видите да замочек только шлёп и туда упал чётенько попадает онлайн шарик вот этот вот который сейчас мы его покажем на камеру крупно так вот он видите да там замки вот он шарик на сухарики шарик расположен и он соответственно попадает сейчас попробуем показать вот оно отверстие видите и он соответственно попадает в это отверстие и попадает очень четко и очень ровно прям чуть-чуть они соблюли соосность вот видите он ловит нож в некоторых моделях ножей даже именитых брендов этой соосности нет то есть вот шарик четко не попадает в дырочку в отверстие а где-то рядом вот то есть он не четенько туда становится вот где-то рядом чуть туда чуть туда ну я не знаю там может быть несколько соток в сторону но но косяк то есть и вот нет такого видео сорвать невозможно то есть реально очень сложно сорвать почему потому что когда мы держим нож мы вот с этой стороны пальцем поджимаем живот я когда открываю да смотрите у меня вот этот палец прижимает замок сложно его совать поэтому к данному ножу нужно немножко приноровиться и тогда все становится на свои места вот сразу если мы с этой стороны замочек поджимаем то ну вообще ход клинка очень мягенький все четенько нож выполнен очень качественно ну в общем нулевая терпимость в данном случае хотя у zero tolerance тоже частенько бывают косяки но в данном вот ножа у меня никаких проблем данному ножу нет за . ровно заводская почти ровно с этой стороны еще чуть косяк давайте сразу покажу как бы это показать и откуда бы свет поставить с этой стороны подвод ровный видите от начала вот так вот до конца а с этой стороны а с этой стороны вот так вот так зум подвод 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 и вот здесь видите он чуть чуть шире кончику но кроме того что он шире он плывет грубо говоря вот плоскость ножа шла 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 а потом только раз и он уходит сюда то есть вот это вот расширением не просто так она за счет того что заточник просто но немножко сдвинул руку кто тащил если это точилась конечно вручную ну что-то мне подсказывает что да вручную ножи точат они потому как с этой стороны ровненько здесь чуть 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 рука дрогнула видите сразу здесь кромочка пошла на расширение чуть 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 ну когда подумал заточнить что все нормально поправим чуть-чуть и все будет хорошо нож лимитка номерок у него свои связи вот так 20 43 в общем народ поехали ну я сниму шайбу скручу она мне будет немножко мешать при заточке чтобы она мне не мешала мы ее немножко снимем так 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 9 торкс намножим для шайбы 9 куда ты делся вот он да тихо вот так вот в принципе в принципе народ здесь мы наверное тоже снимем шпенек шпенек мы тоже снимем для того чтобы было более удобно работа с ножом скажем так позиционировать его на предметном столике в общем отклеиваем перетачиваем ну и покажу вам уже конечный результат короче народ чудеса на виражах у меня происходят если кто помнит раньше сериал такой мультсериал был такой чудеса на виражах вот у меня сейчас чудеса на виражах с камерой до этого у меня камера губро иногда позволяла себе вот записал я файл выключаю камеру ну допустим там два или три файла записи до прихожу вставляю его в компьютер флешку и говорит только два файла третьего нету вот у меня на камере губро было несколько раз ну наверное больше пяти а то и где-то около десяти то есть очень печально когда ты записал видео на камеру губро представляете да вставляешь флешку а материала нет то же самое у меня сейчас произошло вот с соникой то есть я записал вторую часть на нее и что я обнаружил когда я выключил камеру уже все оба же ножа заточил показал выключил камеру а мне камера пишет что типа восстановить данное не удается в общем смотрите сами берем нажимаем вот эту вот кнопочку показать материал так сказать наш видите да здесь два файла у нас вот мы нажимаем ошибка данных вот так вот короче один файл только читается второй файл к сожалению потерям вот так вот в общем давайте сейчас попробую сверху записать что-то в общем включаем камеру еще раз но я надеюсь что сейчас как бы это все будет жить и не умрет в общем два ножа заточены переточены я их показывал уже ну давайте еще раз покажу в общем со светом здесь беда и камера не желает просто нормально фокусироваться видите на все плывет вот как то так выглядит у нас режущая кромочка в общем давайте вот так вот покажу вот так вот то есть оба ножа бреют оба ножа острые вот так вот раз два три ну м390 точится она конечно не очень я имею ввиду долго этот процесс точится в принципе хорошо асталька чистая то есть это не аус 8 когда весь нож грязный это просто ужас сталька чистая но приходится потратить очень много времени для того чтобы перетащить данный нож из данной сталь я имею ввиду ну и вот вот так вот выглядит у нас подвод на этом ноже в общем народ вот так вот ровный подвод нож острый и один и второй по механике у меня никаких претензий к ножам нет ну собственно как и у хозяина вот так вот в принципе в принципе вот такое вот на сегодня было видео я надеюсь сейчас ты сохранишь этот файл потому как ну печаль беда в общем народ на сегодня все вот такое вот было видео давайте пока пока увидимся точно не засекал сколько времени я потратил на это все но сейчас 12 часов ночи без десяти двенадцать я не помню то ли в десять я сел то ли в половиннадцатого по моему около десяти часов я сел может быть ну давайте сейчас я вот поставлю где-то здесь вот в уголке во сколько я начал записывать видео то есть во сколько я начал конкретно тащить ножи я по тайм ну вы поняли да по тайм-коду посмотрю и вставлю в принципе на сегодня все давайте пока-пока увидимся сохранила пока-пока а